Двигатель внешнего сгорания, так называемый двигатель стиллинга. Видите, горят горелки, греют цилиндры, и воздух греется, и потом начинает работать, потому что там с одной стороны охлаждается, и другой греется. Но этот двигатель, он шумный, как видите, да, и габаритный такой, большой размер имеет, и низкий концентр полезный действитель. Поэтому, конечно, мы не будем его ставить на элибус, хотя он легко управляет. Зажигалка, зажигалка потом дунул, и он остановится. То есть во время кофеста мы его не увидим? К сожалению, да. Только у меня на столе какие-то ложки. Жаль. Но, тем не менее, может быть, если уже говорить серьезно, мы действительно можем поговорить о том, что нас всех ожидает в ближайшее будущее. Конечно. Давайте поговорим. Серьезно. Итак, Антоний Эдуардович, до и кофеста осталось совсем немного времени. С чем мы, и инвесторы, и разработчики, подходим к этому этапу? Ну, у нас уже есть продукт, он изготовлен, хотя можно сказать, что это бета-версия, хотя у нас есть уже и сертификаты. Но у нас еще не закончена грузовая система. Нет пока еще полной комплектации высокоскоростной системы, хотя часть подвижного состава мы уже делаем, представлены в Вестоке Иннотранс. В Берлине в сентябре это скоростной модуль семейного типа. И нам есть что показать нашим инвесторам, и у нас в планах прокатить 2100 человек. И это для нас серьезный вызов, и мы с этим скаемся, мы покажем, как работает наша система. Спасибо большое. Хорошо. А что же будет дальше? Готова ли наша компания к конкретным адресным проектам, и будет ли что-то в этой связи объявлено вами на Экофесте? Ну, мы работаем по десяткам адресных проектов во многих странах мира. Это очень сложная работа. Много-такая, многоступенчатая работа. И определенно объявлять о результатах не стоит. Потому что мы выходим с этим очень сложным продуктом на рынок, где очень много конкурентов, причем серьезных конкурентов, которые, как говорится, не дремлют и пытаются помешать нашему выходу на рынок, потому что многие бизнесы традиционно пострадают. В своем интервью перед выставкой в Объединенных Арабских Эмиратах вы говорили о том, что уже сможете в ближайшее время сообщить о каких-то конкретных результатах. Возможно, до Экофеста еще. Неужели что-то изменилось? Нет, по большому счету ничего не изменилось, хотя есть определенные изменения, но это не значит, что стало хуже. Мы там действительно подписали на выставке соглашение, но мы не стали разглашать это соглашение. И подписали еще целый ряд соглашений, и тоже пока об этом не говорим. И этому есть определенные причины. Мы уже получали много таких звоночков. С инновацией боролись всегда и борются. У нас сейчас третья стадия развития, когда не воспринимают серьезно, не слышат, потом когда смеются, потом когда начинают бороться, а потом мы становимся победителями. Сейчас третья стадия, с нами все борются. И один из звоночков, после выставки мы поехали на встречу в Амстердам, в один из портов. Это уникальный порт, это единственный порт в мире, где все автоматизировано, в том числе логистика вся, с контейнерами, морскими контейнерами, с 20-40-футовыми. И мы хотели заключить соглашение и начинать работать уже по портовым направлениям, в том числе для таких слов, как Эмираты, Индия, Индонезия, где есть порты. Но за день до нашего приезда, потому что мы не скрывали этот приезд, туда пришло письмо. Нам известно от кого это, я не буду это разглашать. Админобросозный конкурентов. И принимающая сторона резко изменила свое отношение к нам и отказались от встречи. Вообще от встречи отказались. И поэтому у нас нет ни соглашения с ними. Какое сотрудничество? И как это сейчас ситуацию изменится? Ходи там и объясняют, что мы хорошие, что мы не такие, как о нас говорят и пишут что ли. Поэтому подобного рода события были в Индии. И когда была встреча с министром транспорта, с членом правительства Индии, на столе уже лежала статья, негативная статья о СКВЕ и Юнистском, генеральном конструкторе, которая вышла в этот день встречи. Это же не случайно. А если вспомнить событие в Литве, где в борьбу с нами включился премьер-министр страны, которым, собственно, управляет экономикой страны, и президент страны, где было заведено уголовное дело. Вы что, думаете, это все случайно? Нет, конечно. Поэтому с информацией надо делиться очень аккуратно и осторожно, особенно то, что касается менеджмента, продвижения проекта. Техническими достижениями мы делимся, но, опять же, не раскрывая на ухаву. Ведь в технике есть на ухаву. Мы можем говорить, допустим, о продукте, не раскрывая секретов. То, что только глупец раскрывает секрет. Так зачем мы, при обязательстве работы, при выходе на рынок, должны раскрывать секреты? Это же на ухаву. С кем встречаемся? Где встречаемся? О чем провели переговоры? Какие документы подписали? Это ведь конституционная информация. Я понимаю, что все ждут ее. Но если мы хотим разрушить бизнес, нет проблем. Я могу все выкладывать. Могу все сейчас показать и рассказать. После этого можно расходиться потом. Бизнеса не будет. Спасибо. Мне вспомнилась восточная поговорка. Говори лишь тогда, когда слова твои лучше тишины. И есть молчание золота. То есть не всегда надо говорить. И лучше всего, наверное, доказывать делами, а не словами. Что мы и делаем. Я же не футуролог, который мечтает о будущем. И рассказывает, что Юрий Байк там и в космос полетит, и под воду нырнет, и так далее. Конечно, это будет со временем, но это же не главное сейчас. Я думаю, будут вещи намного более серьезные и еще более впечатляющие. Безусловно. И не надо думать, что мы ограничимся только тем, что мы показываем и то, что делаем. Ведь на самом деле я начинал работать над космической программой вначале, спец войны. Но потом понял, что никому это по большому счету не нужно. Я понимаю, другие не понимают. И поэтому не было серьезной поддержки. Наоборот, была борьба со мной. Даже КГБ СССР со мной бороли. И вот потом, когда развалился Союз, я понял, что надо самому это делать, а не искать поддержки. И нужно создать бизнес очень крупный, где можно заработать миллиарды долларов. Причем бизнес хороший, правильный, нужный, а не просто там купил-продал, или там нефть выкачал-продал. А не отционный бизнес. Это был Скайвэй. Это был Скайвэй. И уже мы показываем результаты по Скайвэй. Уже, наверное, можно верить, что я не просто футуролог, который пишет фантастические там рассказы, романы. Скайвэй работает. Причем работает так, как я, в общем-то, и обещал. Я не ошибся, как инженер. Ну да, это осмотреть невозможно уже. Да, и, наверное, многие задумываются, задумываются, а может и по спейс-вэйву, я не ошибаюсь, а может действительно это так, что мы идем в тупик, вся цивилизация, а это спасение, это выход из положения. Вот это даже Джефф Безос уже понял и высказал. но он поставил проблему, он не дал решение проблему. А я давал, даю решение, это же другое. Я даю решение, как это избежать, этого тупика. А я подозреваю, почему он не дал решение, потому что он знает, что оно уже есть. Нет, он не знает. Как Илон Мастер начал продвигать вакуумную трубу, а у меня описано в монографии, еще там, я 40 лет назад об этом писал, это первый этап реализации Skyway, я думал, сначала все бы через вакуумную трубу, но потом понял, что это очень сложно и дорого на том этапе развития, да, и как саму такую сложную часть, ну, нельзя будет рисовать, как, если бы, представьте, братья Райз замахнулись на А-380, они бы его сделали, никогда бы, поэтому взяли та еще торжерку, ну, и создали авиацию, такие, я перешел на более простые этапы реализации, варианты реализации, да, программы Skyway, а сейчас уже речь идет о том, чтобы, да, надо переходить и к вакуумной трубе, и мы работаем, я никогда не прощался до работы, я просто не афишировал ее. Все-таки хоть одна сенсационная новость у нас сегодня есть, не про мотор, но это не значит, что мы расходуем деньги инвесторов, нет, это я финансирую, это мои заплаты, потому что инвесторы на это деньги не дают, они дают на другое, и мы это делаем. Я думаю, что когда они узнают об этом, нет, это дополнительно финансировано, и дай бог, вот это завершит финансирование, потому что все уже в нетерпении, когда, когда, там, 10 тысяч процентов годовых, когда IPO, когда, там, я продам свои акции, которые купил за 100 долларов, за миллион долларов, да, то есть уже есть некая усталость у инвесторов в ожиданиях, что поделаешь, если у нас были фрес-мажоры, а от меня это не зависит. И надо уметь, а я сумел, за меньшие деньги сделать больше, чем планировать. И когда многие к нам приезжают и ходят по производству, приезжают в академатный парк, там, два с половиной года назад, даже два года назад, был танковым полигоном, там ямы были бурьян, там ничего не росло. И выедет в эту красоту и на нашем производстве, где была раньше типография, да, мы ее купили, но там не было никаких, ни станков, там ничего, там были пустые стены. Мы не ее мобиль купили, мы пустые стены купили. И посмотрите, что там сейчас. И когда они ходят, говорят, как? Как вы смогли это сделать? Они не понимают. Ну, это же быть сделано. Зачем это умолять и говорить, что где вот то, а вот это все не так и неправильно, и мы ничего не видим. А многие так говорят, да? Вот даже вот развитие, вот события, положение работ, которые я начинал тогда, когда многие из инвесторов еще не родились, даже их родители не родились, когда я начинал эту работу. Я их никогда не останавливал, не прекращал, просто была тишина. Подсюда надо почти, да? И сейчас уже можно начинать говорить, что нет, мы работаем, мы движемся вперед и в этом направлении. И в том числе отводится, ведется работа по отведению участка земли под высокоскоростной транспорт и на гиперскоростной гиперрию, где скорость будет 1250 к этому участку. Могу сказать, что это будет, скорее всего, не в Беларуси, потому что в свое время нам отказали выделение земли на эти тестовые участки. Наверное, это что-то связано с визитом недавним в Экотехнопарк членов правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, я не знаю, но чем этот визит отличался от других, что о нем мы все-таки смогли хоть что-то сообщить? Ну, уже такая стадия переговоров, о чем я не буду говорить, мы договорились, что можно уже об этом это и не скрывать. Но о чем мы договорились, мы же там не говорим. И с кем конкретно договорились, мы тоже не говорим. Есть некий вектор, где-то там Ближний Восток, Арабские страны. Не надо сводить это все только к Эмиратам. Там много других стран рядом. Так, и поэтому визит был обусловлен тем, чтобы вторая сторона, наши партнеры еще раз убедились уже на высоком уровне, что это действительно отвечает самым высоким мировым требованиям. что мы смогли это реализовать в сжатые сроки на пустом месте, не имея поддержки и финансирования в начале пути. И поэтому, когда есть поддержка, когда будет поддержка и будет финансирование адекватно, то, наверное, мы еще быстрее сделаем и, наверное, больше сделаем. и для этого нужен был визит, чтобы убедиться в серьезности намерений и планов и в том, что они реальные и они будут реализованы, эти планы. И они будут реализованы. А может быть, чуть-чуть подробнее все-таки какие-то, может быть, есть интересы, выраженные в конкретных заказах, скоро Берлин, инотранс, что-нибудь об этом можете сказать? Скоро Берлин, но мы покажем подвижной состав, причем в лучшем варианте исполнения. Многие просто не понимают, удивляются, даже там дневные письма получают, что они разочаровались, то, что думали там, юнибусы будут по 300 человек, по 100 человек, а мы вдруг везем шестиместный юнибус высокоскоростной Берлин. Ну, можно сказать, что Форд был неправ, почему он автомобиль делал не 100 местных и не 300 местных, наверное, он был неправ, конечно, взял и сделал 4 местных, почему-то, да, а, наверное, этому были причины, если бы он не сделал, не было бы автомобильной промышленности вообще, он правильно угадал тренд направления развития, тренд должен быть доступным каждому, он должен быть семейным, чтобы каждый человек мог купить его или семья, вы что, купите поезд или вагон, он вам нужен, 100 местный вагон, стоимость, я не знаю, там, миллионы долларов, что вы будете? Ну, если поставить где-то и сделать днем ресторан, может быть? не, не, так, а, и сколько их купите? Сейчас легковых автомобилей миллиард, сейчас миллиард легковых автомобилей, миллиард, таки, у них быстро должно быть не меньше, иначе, он должен быть эффективен, не просто шестиместным, допустим, на семью, он должен быть высокоэффективным, и мы сделали такое, вы знаете, сколько Бугатти тратит топливо, у него двигатель, чтобы меньшую скорость получить, 1500 лошадиных сил, скорость 430 км в час, по-моему, за 12 минут он сжигает весь бак, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, метр, это угловитка цифра, во-первых, он при попутном ветре, с горочки, такую скорость получает, 430 км в час, а не, там, против ветра, или, там, не с горочки, а по горизонту, 500, он 500, нет таких автомобилей, нету 500 км в час, так вот, он сжигает, где-то, за час работы, за час работы, при такой скорости, если достигнет 500 км в час, ну, где-то 500 литров топлива, за час, 500 литров, это небольшая система. Ну, да, значит, за 12 минут бак, все верно. Нет, это при меньшей скорости, ему на 3 минуты не хватит бака, чтобы при такой скорости двигаться, а наш универс, у меня совсем другую характеристику, при скорости 500 км в час, 8 литров топлива, на 100 км в путь. Ну, и не 2 человека там, как в Бугатии, а 6? Не 2, да, а 6. Даже столик можно поставить, там комфортный салон, большой салон, так, там и багажный отсек есть, где можно тонну грузов положить, это уже транспорт будет другого поколения, именно для людей, на нем он может быть и общественным, ведь такси тоже не 100 местное, зачем 100 местное такси, так, а здесь 6 местный общественный транспорт, расчеты простейшие показывают, что при интервале временном безопасности, он может быть полсекунды, при этом, если даже будет аварийная ситуация, и у модуля, который едет впереди, отвалится колесо, а интервал всего на 5 секунды, до сближения будет где-то порядка 15 секунд, автоматика сработает, не будет никакого столкновения, там нет неподвижных препятствий, как думают многие, что вроде бетонный блок, и он у него сразу врыжится, нету там препятствий, есть только движущий передимон, поэтому полсекунды это безопасно, безопасный временной интервал, так вот при таком, я говорю о возможностях, у него что-то будет каждый день, да, при таком интервале безопасности, шестиместные универсы, могут перевозить 2 миллиона пассажиров в сутки, 2 миллиона, зачем нам, естественно, столько не нужно, да, в проектах, которые есть, по 8-го с красным, железным дорогам, там, ну, 20 тысяч пассажиров в сутки, 30 тысяч пассажиров в сутки, вот Москва-Санкт-Петербург, или, допустим, Москва-Казань, там больше я не планирую, потому что, где набраться столько идиотов, чтобы они платили безумные деньги, безумные деньги, да, чтобы проехать это расстояние, поэтому, деток, так и планирую, что там, поскольку поток, на самом деле, может быть большим, ну, как мобильник, он сейчас у каждого в кармане, а то и 2, и 3, а вот представьте, что вы планируете, что проводной этот телефон, каждый носит с собой, а то еще 2, ну, это же глупость, да, поэтому, естественно, там планируется, восходя из этого, из того, что есть, да, а уже, когда будут разумные, там, пассажиров потоки, 100 тысяч пассажиров в сутки, допустим, там будет, не 20, а больше, и много пользователей появится дополнительно, то при таком пассажиров потоки, там нормальные будут интервалы движения, это между Юнибусом будут километры расстояния между соседей, километры, представьте, автобан, где до ближайшего автомобиля 2 километра, наверное, автобан безопасный, так же, а здесь говорят, вот это опасно, да нет, так, поэтому оптимальным транспортом будет вот такой транспорт, который я вам рассказал, это оптима, и у него дело. Что из этого будет показано на Экофесте, все-таки, вот немножечко хотя бы расскажите, интересно все. Не, ну мы ее не покажем, потому что туда интриги не будут на инотрансе, поэтому... Ну, это уже ясно, да? Да, да, нет, поэтому мы не покажем, уверен, да, мы много тоже сделали, но не можем показать по ряду причин, потому что чуть позже будет открытие, будет открытие уже на каких-то форумах, и мы ее покажем там, и поэтому мы не можем раньше времени открывать и показывать, да, но мы покажем суперлегкую систему, у нее не было плана, и на это не было денег, да, мы даже покажем струнный мост, который вот сейчас строится, мы должны успеть его, к Акфесту, где мосты можно строить другими, и пешеходные, и автомобильные, и железнодорожные, более легкими, более ажурные, более дешевые, и вот первый мостик мы уже построим и покажем там, мы покажем дрон, и не только большие, но и маленькие дроны, ну и много другого, чего другого, ну, я думаю, не стоит об этом пока говорить. Субтитры сделал DimaTorzok